Это может быть все, что связано со словом last, например, last week на прошлой неделе. И опять же помним, перед last ни предлогов, ни артиклей не нужно. Last year в прошлом году, last summer в прошлом летом и так далее. Так, и все, что связано со словом ago, сколько-то времени тому назад, a week ago, неделю назад, либо же two days ago, два дня назад. Итак, еще раз. Простое прошедшее время мы используем для того, чтобы показать, что в прошлом это регулярно совершалось, либо это какая-то история, я пришел, увидел, победил, либо это какой-то факт, который имел место в прошлом, однократное действие. Дальше это может быть употребление слов вчера, позавчера, прошлый и сколько-то времени тому назад. Они тоже делают, ну, такую некую привязку к прошлому. Как строится прошедшее время? Так, саму формулу сюда напишу. Построить прошедшее время нужно при помощи либо второй формы глагола, либо окончания и д. Кто был на неправильных глаголах, тот помнит историю, что все глаголы изначально в английском языке были неправильные. То есть у них были свои формы начальные, свои формы прошедшего времени и свои формы третьи, которые используются в пассивном зоологии и в формулах перфекта результата. Потом со временем стали добавляться глаголы из других языков, заимствованные глаголы. Но поскольку правила образования прошедшего времени в каждом языке были свои, то было выведено одно правило для всех заимствованных глаголов. Это добавлять окончание и д для этого. То есть если это глагол неправильный, мы берем вторую форму, если это глагол правильный, мы добавляем к нему окончание и д. Как добавить окончание и д правильно к глаголу? Если у вас слово заканчивается на и, убиваем эту и и добавляем окончание и д. Например, печь. Бейк, спек, бейкт. Вот оно окончание. А эту мы убили. Если у вас стоит why, после согласный. Что мы обычно с why делаем? Меняем на i, конечно. Например, study. studied. Если у вас стоит, кто хочет, запишите текстом. Я здесь не буду писать. Напишу только пример. Если у вас стоит согласное, перед которой стоит краткое, ударное, гласное, нужно добавить еще одно согласное. Иначе у нас получится открытый тип слога. И тогда надо будет читать уже планировал. Не planned, а planned. Меняется корневое гласное. Нам нужно удвоить, чтобы это осталось в чтении e, а не в чтении a. Итак, и, которое не читается на конце, убиваем, добавляем ed. Y, которое после согласной, меняем на i, добавляем ed. Согласную на конце, если перед ней краткая, ударная, гласная, только краткая, это e и e. Их таких мало. Главным образом это plan и stop. Вот то, что вам увидится, stopped. Видите, опять же удвоенное. Plan и stop. Вот в этих случаях нужно удвоить согласную. В остальных случаях просто ed добавляем, либо берем вторую форму. С неправильными глаголами мы с вами знакомились. Кто не знакомился, но очень хочет познакомиться, есть отдельное видео. Оставляйте заявку в отделе продаж, вам его с удовольствием продадут за совершенно небольшие деньги. А, это вы просто потянулись. Я уже думала, что есть вопрос какой-то. У меня был студент, у которого, давайте договоримся, что если вы хотите получить ответ, то вы там хорошо так тянете. Был студент, который носил ключи часы, как Владимир Владимирович на правой руке, и они у него болтались. И он делал периодически вот так. Я каждый раз нервно дергалась в его сторону, думая, что он хочет что-то у меня спросить. Поэтому если вы что-то хотите от меня получить, машите мне там help, help. Нам не нужен ответ. А то я тоже нервно дергаюсь, уже человек подтягивается, а я нервно дергаюсь. Итак, значит, правильные глаголы окончания идинии, правильные глаголы вторая форма. Быстренько-быстренько вспомним. Если пить drink, то пил drink, там э, да. Если покупать buy, то купил в прошлом bored, да. Вот так мы действуем. Вспоминаем те самые три формы, берем вторую, либо сразу вторую берем, мы учили с вами слухомоторным методом, и употребляем ее в нужном предложении. Но это еще не все. Мало того, что тут правильные, тут неправильные. Мы сейчас с вами выучим, как делать вопросительные и отрицательные предложения. Итак, в утвердительном там все нормально. Кто и потом что сделал. Либо иди, либо вторая форма. Но как только вопрос возникает, сразу же, опять же, helper. Там у нас был do, переводил он старушку через дорогу. Если у старушки был, ой, не то сделала, не пишите. Если у старушки была авоська, то там авоська была у пионера. Здесь do приобретает форму did. Форма did – это форма глагола do, только в прошедшем времени. Did – это такой дед. Последствия Дариана Грея, который старится, а Дариан Грей остается молодым и красивым. Итак, did – потом кто, и потом просто глагол, молодой и красивый. То же самое в отрицательных предложениях. Кто? Didn't. И потом глагол. Ну и в целом все. Это была самая сложная форма английского языка. Все остальное будет гораздо проще. Почему проще? Потому что там одна единственная формула на все времена, и там только составляющая меняется, и все. То есть глагол to be в процессе будет меняться. Вот здесь да, там do, does, здесь did – правильные и неправильные глаголы. Но это две самых основных формы. Если вы умеете сказать в действие в прошедшем и действие в настоящем, уже можно жить. Даже если вы умеете только в настоящем, вы можете все рассказывать эмоционально. Как китайцы. Они говорят, я делаю завтра. Это будет будущее время. Добавили ля к глаголу, и получилось прошедшее время. Прекрасная китайская грамматика. Сейчас пишем курс китайского. Чем дальше пишем, тем больше я понимаю, что оказывается китайский – простой язык. Вполне себе. Так что сейчас напишем курс, приходите к нам учить китайский. Так, поехали дальше. Значит, возвращаемся к нашим баранам. Сегодня доделываем только simple. Завтра повторяем. Сколько у нас времени осталось? 20 минут осталось, да? А, ну может, мы даже процесс еще с вами осилим. Так, ну что, поехали. Итак, simple бывает у нас в настоящем, прошедшем и в будущем. В настоящем типичное действие – люблю, не люблю. Либо это что-то эмоциональное. В past – это когда-то я работала на Microsoft. История – пришел, увидел, победил. И в прошлом году я съел килограмм чернослива и потом попал в больницу. Остался future. Мне нравится ваша реакция. У вас у всех живая фантазия, да? Значит, у вас с образами должно быть все хорошо. Итак, future. Future – будущее. Смотрите, будущее вообще действие неоднозначное такое. То есть на самом деле будущее – это не действие. То есть если в настоящее мы говорим, я регулярно это делаю, то это какое-то более-менее понятное действие, что я изо дня в день этим занимаюсь, или раз в две недели я это делаю. То есть какой-то опыт есть. Прошедшее тоже понятно, это факт неоспоримый, который был. А будущее – это что-то эфемерное, этого еще не было. Говорят, человек предполагает, Бог располагает. То есть то, что мы говорим, я это сделаю, это только наше предположение, что я буду это делать. Потому что, ну мало ли, что-нибудь там шел, 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 земля разверзлась, все пропало, пришлось бежать обратно. Вот, поэтому будущее – это такая очень своеобразная форма, и нужно понимать, где мы что используем, где не используем. Future simple – это формула, когда мы берем will и добавляем к нему глагол. Вот это формула у нас такая. Просто глагол. Вообще просто голенький глагольчик. Причем без разницы к лицам числа, просто will и глагол. Все. Какая особенность? Кто-то помнит про shell. Помните про shell? Нас учили, что я и мы – это shell, а все остальные – will. Ничего подобного. Shell на сегодняшний день используется только как модальный глагол долженствования или угрозы, и только в письменном английском как долженствование. То есть стороны обязуются в договорах, вот там будет shell. Дальше, что у нас там? Will – will используется для всех случаев. То есть и я, и мы, и ты еще когда там, в 90-м году или в 92-м Уитни Хьюстон пропела «I will always love you». Что она делала? Она говорила «Я всегда буду любить тебя». Что она делала? Она обещала. Итак, для чего используется will? Только чтобы пообещать. Либо же сделать некий прогноз. Итак, future simple – will с глаголом используем для обещания, либо же прогноза. Англоговорящие товарищи избегают использовать will с глаголом, если уж они, ну прям наверняка-наверняка обещают, тогда используют, если не наверняка не используют. Потому что, ну грубо говоря, за слова надо отвечать. Пацан сказал, пацан сделал, да? «I will buy you a car» – придется покупать. «I'm gonna buy you a car» – это, ну, упс, прости, любимая, так получилось. Соответственно, про эти формулы мы потом будем говорить. Сейчас will и глагол нужно, чтобы пообещать кому-то что-то, либо спрогнозировать. Завтра будет тепло. «It will be warm tomorrow» – мы прогнозируем. Либо мы пытаемся удержать человека от каких-то действий, говорим, вот оно будет так, это плохо кончится. «It will finish very bad» – тогда тоже мы так прогнозируем, мы так думаем, я так считаю. Либо бывает какое-то там спонтанное решение. «А, ладно, схожу в магазин, I'll go to the shop». Но в основном они используют другие формы. Они грамматически не относятся к будущему. То есть там без will идут формы. Но они их используют гораздо более часто, чем вот это. Это отдельная майндкарта. Про это. Итак, суммируем. Продолжение следует...